Ой, девочки, как меня достал Твикс. Это прям слова меня описать. В общем, я сплю, никого не трогаю. Встаёт, а он идёт к двери и начинает мяу, 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 откроет дверь. Я открываю его, проваживаю его. Через 3-4 минуты он подходит к двери и хочет обратно. И опять начинает мяу, мяу, мяу. Я его открываю, открываю дверь, впускаю в комнату. Проходит минут 10, он опять стоит у этой же двери, что мяу, мяу, открой мне дверь. И так, и так, 4 раза. Я уже в конце встала. Слушай, невозможно. Вот хочешь выйти, пожалуйста, на выходе. Хочешь обратно, пожалуйста. Уже в двери надо, знаете, такую выемку делать, такой кругляшочек, чтобы он при закрытой двери мог выходить и заходить. А вот и преступник. Что вы можете сказать в своё оправдание? Уберите руки, наручники. Почему вы мне не даёте спать? А? Усадик. Посмотрите, да ему дулость. Посмотрите, да ему гладкий. Это ему мальчик. Я теперь тоже тебе не буду давать спать. Попробую уснуть, я сразу разбужу. И буду делать так. Мяу, мяу, мяу. Смотрите, как он умывается мило. Он сначала облизывает свою лапку, а потом облизывает своё лицо. А мама тут печёт вот такой вот потрясающий хлеб. Мам, я просто хочу снять мукбанг, взять один такой хлеб и поесть с сыром. Мягенький такой. Вообще обалдеть. Домашние хлебы, да, конечно, нечто. Особенно производство мамы. Если хотите, я вам оставлю ссылочку в инфобоксе на рецепт. Макияж я люблю делать прямо на кровати. Время уже час. Чем я буду краситься? Вот такая вот палетка от Makeup Revolution. Мне она очень нравится. Вообще люблю косметику Makeup Revolution. Здесь есть и матовые оттенки, и шиммерные. Просто идеальная палетка. Я не люблю термоядерные какие-то оттенки. А здесь есть и шиммерные, и матовые. Прям то, что надо. Здесь прям осталось совсем чуток вот этого тонального. Я его уже, знаете, вот эту пипеточку вынимаю, засовываю туда кисть. И прям, знаете, прохожусь по стенкам. Я люблю заканчивать косметику на все 100%. И тогда этот тональный пойдет к остальным другим пустым баночкам. Если хотите, вам покажу уже, сколько накопилось. Дальше здесь такие румяна, которые тоже хочу добить от Golden Rose. Пудра, которую я уже в последнее время не пользуюсь просто потому, что пью Ракутан. Такие вот тенюшки от Мак просто уже, знаете, настолько надоели. Мозолят глаза, так как отдала много денежек за них. Вот. Мне жалко просто выбрасывать, поэтому я хочу добить до конца. Вот приходится как-то использовать. И вот этот бальзам, я его просто обожаю, девочки. Это лучший бальзам в моей жизни. Он от Ariflame. Он просто спасает ваши губки. Да и вообще, знаете, иногда, когда у меня появляются какие-то кожные проблемы, например, руки сухие или локти, я прям мажу туда и вообще вау. Я сказала маме, что я засняла ее хлеб, так она разложила все остальные свои. То, что испекла и сразу зовет меня. Я там сижу, делаю макияж. Мама говорит, засними, засними. Ты сняла какой-то некрасивый хлеб. Тут так много красивых. Мама, золотые ручки. Маме так приятно, когда вы пишете хорошие комментарии. Вы бы видели, как она радуется просто. Это нечто. В общем, ссылочку я вам оставляю. Мам, слышишь? Я оставляю ссылочку. Макияж, прическа, все готово. Бегу снимать для вас мукванг. В последнее время видите, какие нюдовые макияжи я делаю. Как-то разонравилось мне, если честно, вот эти золотые тени. Поднадоело, так скажем. Плюс мне в комментариях все пишут, что айка, ты выглядишь так свежо, так классно. Спасибо. Особенно, кстати, под влогом было куча комментариев касательно того, что у меня вкус в одежде стал лучше. Я реально прислушиваюсь к вашим комментариям. Раньше, когда я покупала такие длинные какие-то платья, не очень со вкусом, так скажем, мне писали, что айка, какой ужас. И я пересмотрела свой вкус в одежде. Так что пишите свое мнение обязательно. Даже если это критика, но нужно уметь в аккуратной форме написать. Без оскорблений, без мата, без унижения. Просто высказать свое мнение. И я это читаю и прислушиваюсь, конечно же. Но когда меня оскорбляют, называют дурой, овцой, тварью, естественно, я просто блокирую таких людей. Так что... Видео я уже загрузила, мои хорошие. Через 40 минут я должна быть у зубного врача. Потом я иду на лазерную эпиляцию. У меня коррекция. Вот. А до этого у меня есть 40 минут. И за эти 40 минут со скоростью света я должна сделать коррекцию маме. Потому что мамы ногти просто в ужасном состоянии. Уже больше месяца, да, маме ты ходишь? Да, больше месяца мама ходит с этими ногтями. Уже пора переделывать. Быстренько все сделаю, наверное, без дизайна. И снимать тоже не буду уже. Потому что уже который раз я снимаю, я вижу, что уже всем надоело. Поэтому быстренько делаем коррекцию. Так, я уже все организовала. Как всегда, здесь ютубчик и передача. Сейчас буду делать маме ноготочки. Буквально за 5-7 минут это все организовала. Делаем очень быстро. 20 до 25 миллионов такая квартира стоит. То есть это не элитный дом, но действительно крутой. Еле-еле уложились. Получилось вот так вот. Правда, не идеально. Покажи маму другую руку тоже. Не идеально, но зато очень быстро. Со скоростью света. Как тебе, мам? Нормально? Нормально. Цвет очень красивый, мне кажется. Так прям переливается, как хамелеон. Уже оделась, надела маску. Я ужасно опаздываю. Должна сначала пойти к стоматологу, а потом на лазер. Если сейчас опоздаю на... Что, мам? Черт. Хочу что-то сделать. В общем, если я сейчас опоздаю к стоматологу, потом я еще опоздаю и на лазер. Поэтому быстро со скоростью света двигаемся. Все, я уже спускаюсь. Кстати, в ближайшее время, точнее в понедельник, я буду снимать видео Мукбанг с подписчицей. Это мастер по ресничкам, который мне делал ресницы. Мне очень нравится, как она мне сделала. Просто я человек, которому проще со своими ресницами, потому что они у меня длинные. И я с нарощенными ресницами не могу красить стрелки, не могу красить тени, потому что у меня все осыпается. В общем, выглядят не очень. Но мы с ней будем снимать Мукбанг в понедельник. А еще в понедельник я должна пойти на день рождения сына Жоли. Она отмечает в ресторане. Поедем туда. В общем, в понедельник у меня такой день очень плотный. Так что буду снимать для вас свой. Вообще, я поняла, что надо максимально себя нагружать. Чем больше дел ты себе планируешь в день, тем больше всего ты успеваешь. Дни, когда я ничего не планирую... Ой, у нас снег. Никогда я ничего не планирую. В конце оказывается, что день пройден просто так. Но я все равно и не отдохнула. В общем, ерунда какая-то получается. Я уже опоздала на 6 минут. Надеюсь, что у стоматолога потом не будет другого клиента. Пар у меня из сорта. Гляньте, у нас очень холодно. На последние 3-4 дня идет снег. Но он сразу тает, правда. Но все равно холодно. Очень холодно. А еще я последний раз, когда была на лазере, я конкретно приполела. Там очень сильный кондиционер. Потому что, когда вот эти лучи лазера касаются вашей кожи, немножко такое, знаете, обжигающее чувство. И специально для этого включают кондиционер. Ну, когда ты там лежишь полуголая, естественно, в таких погодных условиях можно приболеть. У нас, наверное, градуса 3. Очень холодно. Желтые мне пишут в комментариях. А я говорю, что это камера такая, так показывает, специально свет такой. Типа, зубы не желтые. Реально, вот так как-то. Реально, вот так как-то. Коррекция прошла у меня очень быстро, потому что на ногах почти не было волос, а на руках тем более. И слава богу. Я специально кондиционер попросила сделать поменьше, что мне и сделали. Позже я зашла в магазины и была шокирована, что на блокнотиках вот так вот маркером пишут цену. А если вдруг я этот блокнотик захочу кому-то подарить с такой огромной надписью, это ужас какой-то, вроде такой солидный магазин. Я прям угарнула с этого, если честно. Купила вкусняшки для бабушки. Она очень любит тархун. Купила себе, в общем, дома покажу, три зубные щетки от Oral-B. Мне сказали, что когда начинаешь лечение десен, обязательно надо менять зубную щетку. Я вообще часто меняю, потому что во рту у нас образуются микробы. В общем, все успела, слава богу. Никуда не опоздала. Правда, к зубному немного опоздала, но я быстрее вернулась как бы оттуда. И на лазер сразу. Большой минус того, что у тебя есть код, это то, что ты не можешь носить черную одежду. Я на лазере, там просто такое освещение, прям максимальное, специально, чтобы было хорошо видно волосики. Ну, как дневное освещение. Вот настолько вот светло. И я обратила внимание, что весь мой пути в волосах Твикса. Хотя Твикс, он не совсем белый кот. Он такой разноцветный, такой симпатичный. У меня немножко рот странно двигается, потому что мне сделали уколы в десна, витаминчики, в седуазы. Это очень важно. Вот, ну, в общем, я заметила, что я на лазере просто как бомжара. Как просто бомжиха. Вся в этих волосах, пыли. И мне как-то за себя было стыдно. Вот, поэтому надо обязательно на днях сходить и купить расческу для Твикса, чтобы время от времени его расчесывать. Вот, потому что он уже линяет. Представляете, совсем малыш, а уже линяет. Надо это как-то решать. Перед сном почистила зубы вот этой новой щеточкой. Мне она очень понравилась, кстати. Это от бренда Oral-B. Стоили они недешево, но качество прям на высоте. Я взяла средней жесткости. Так как у меня проблемы с теснами, раньше я брала мягкую, но мягкая хорошо не очищает зубы, поэтому я взяла среднюю. Здесь написано Orta. Это означает на азербайджанском, что средняя. Смыла макияж, и у меня прям лицо красное. Всегда, когда смываю, у меня прям покраснение на лице образуется. И на лбу, кстати, все-таки есть жирный блеск. В общем, я уже потихоньку буду ложиться спать. Время 12. Я сняла вам мало материала. Наверное, минут 10 будет влог. Вы его, скорее всего, увидите утром. Возможно, где-то в 2. И впредь буду стараться каждый день выпускать для вас новые видео. Всех люблю, целую. Всем спокойной ночи. Пока.